я понимаю руки жать вы навряд ли будете привет друзья это егоров да да вы все правильно поняли совсем скоро состоится долгожданный бой между олегом майами и георгием тегиевым бывшим футболистом спартака и ныне легендой броков мы встретили с георгием после одной из тренировок и он все рассказал сколько денег хочет забой каком стиле будет проходить поединок ну и вообще как и почему олег майами все-таки согласился конечно олега майами и как будто у вас будет бой как вообще это произошло потому что этого мы не очень не представляю что все-таки состоится да смотри в общем с нашего дела на пригласили и один из ведущих получается президент нашего дела не сказал типа расскажи почему ты здесь а ты знал что олег там будет да 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 а также о чем не дайте без олежки все и вот я вышел то есть озвучил то что из чего начался конфликт как он зародился так сказать и все то есть я надеюсь то что он выйдет также в октагон на наш бой не сочканет я вообще удивился то что он согласился на не знаю наверно договорился там по чеку по ценнику и на вас знаю все ну вроде он вчера такой смелый был посмотрим ягод за все отвечу но я рад что он так настроен слава богу что ты вышел олежка молодец но все равно ты трус я думал типа грит готовься у меня будет шанс проявить себя не это готовится чё пускай он готовится ты говорил что он дрожит что ты трясешься дрожит мы вчера той стали там ствердам называется или как знаешь я на него смотрю он здесь дрожит я думал ему холодно может или знобит его он просто боится а почему ты его толкнул я не только толкнуть его хотел но толкнул у меня бесит просто он же тебе сказал то ты боишься и после этого тебя ты завелся я понимаю руки жать вы навряд ли будете все что что все парни парни все до вчерашнего дня как-то у меня подутихла к нему ненависть но вчера еще больше то есть я к нему тебе еще больше ненависть испытывал поэтому его толкнул да у меня все мне опротивился теперь надо вопрос закрывать только в октагоне а как так получилось первый же день когда ты пришел просто на конфу тогда вы вроде как будто бы нормально поговорили и ты сказал да ладно все норм почему дальше злоба 2 конфа после той где он сразу нам там произошло вот это произошло вроде когда я пришел на следующую конфу да мы там поговорили с ним как-то ну не до конца вообще вот с саней стекила на нормальной ноте разошлись а вот с ним все равно как-то не так и плюс к тому что у нас последний игробласт на спорте там он тоже что-то вкидывал за меня и так далее и то есть он за языком не следит мне нравится этот человек нужен только октагон дима ты как хочешь в октагоне с ним просто его там условно чуть-чуть удушающий какой-то я думаю это у нас будет конференция еще и мы обговорим как и ну в каких условиях будет бой проходить но и по каких хотел но если мне без разницы не без разницы но если он будет с борьбой ну там его вообще шансов нет я думал что бокс в мм а перчатках без ног наверное в общем не без разницы что он скажет так и подвигаемся на то есть ты полностью ему даешь возможность сказать что он что он предложит как он хочет если ему без разницы то давали там и борьба ну поймем а правил но ты бы хотел как именно вот в идеальном варианте вот сейчас тебе передают бумажным а правил по мм а правил ноги руки борьба партер все включено если бы ты его вырубил одним ударом именно в октагоне стал бы добивать или ждал бы пока он станет не добивать бы не стал добивать бы не стал ну я думаю не настолько функцию чего с удара можно вырубить с ними а думал надо чуть повозиться он там что-то вчера там говорил я где-то уже две тренировки провел готовится тепленький правильно делает значит боится не добивать мне стал зачем его добивать ему же еще петь на выступать где-то он же у нас певичка до двоевская сейчас столько негативных смс-ок пришло после этого в инстаграме писали очень пишите кроме как кроме оскорблений только оскорбление были не бы были позитивные там как позитивный там типа поддерживали давай давай там туда сюда а как думаешь почему оскорбляю тебя в этой ситуации ну петух клоун типа ты футболист или боится ли так далее чем еще всем отвечать и донести это просто как бы ну что там такого спортивный интерес выйти там и подраться но в октагоне не на улице не на улице да на улице сажу вообще октагоне в октагоне может быть него там будет шанс попасть по мне не в октагоне только в октагоне на улице это уже как-то это не тоже прошли эти времена сша какая у тебя сильная сторона условно ноги например либо борьба дух не борьба конечно борьба борьба если так брать туда борьба борьбе наверное я чуть-чуть чуть-чуть поинтереснее чем в ударке ну еще тоже пару тренировок проведу то что чуть подготовлюсь а кто-то из бойцов тебя уже говорил давайте сейчас мы с тобой потренируемся слушаю у меня есть друзья весь кто дерется но я позанимаюсь пару тренировок сделал с залаем с усом кто есть денег с ним так он мне и до этого говорил давай уже пора начинать я говорю куда начинать пока еще рано там я не знаю ориентировочно может быть это где-то декабрь месяц наверно будет так что время еще есть подготовимся ну для тебя идеальная победа если она будет вдруг она какая если будет с борьбой это просто сделать вначале удушающий чтобы меньше людей пострадала или ты прям хочешь в такой рубке чтобы было много крови и так далее в рубке не хочу удушающих хочу в рубке если бой будет проходить в стойке то хочу именно в рубке хочу в рубке и почему-то мне кажется этот трус просто может знаешь он договорился то есть согласился выбил какой-то чек себе и просто в первом раунде там или сдастся или там рэйф остановит то есть ты предполагаешь что условно он попросил денег для того чтобы выйти с тобой и получить удар упасть нокаут и заработать денег и уйти может быть один из вариантов да просто не интересно вот он мне грит типа тебя никто не знает и никому не интересен олег майами чем известен из-за дома 2 по дому 2 то есть его все люди узнали правильно сколько бы ты денег хотел за этот бой вот это хороший вопрос я даже не знаю от чего отталкиваться сколько как что не знаю наверно ребята подскажут ну что здорово может пострадать я думаю особо мне урон не нанесет если честно а так всякое бывает я же не знал в друга он выйдет и там хорошенький такой быть но они знают но олег говорил сам мы его спрашивали там шестизначные суммы не шестизначен говорит возможно да типа хочется это дорого стоит чтоб я вышел на ринг вряд ли кто-то шестизначную сумму мне допустим даст скажет слышать его тормозит но чего не бывает не знаю будем говорить обговаривают на что они пойдут но для тебя это вообще не способ заработать деньги именно далее изначально я же говорю изначально у меня просто была ненависть я вам предложил выйти выяснить отношения давай закроем вопрос а так если еще и за это деньги то ну почему бы нет почему бы нет если там но если дают деньги понятное дело не скажу давайте там 50000 я готов то есть если ему там какой-то шестизначный чек плюс минут чтобы меня тоже не обидели если говорить об олеге майами у тебя вот о нем знание что он в доме 2 на чем еще строится твоя к нему не любовь помимо той истории или только вот на этом наверно больше ничего я его по сути видел на нем слышал только вот дом 2 и то что он в на спорте пришел пришел все и ненависть началась до с этого момента она потихоньку потихоньку у меня угасала и потом на игре она опять вспыхнула потом опять угасал угасала и вчера все то есть это че она уже не угасит до боя как ты думаешь футболисты имеет преимущество в тем чтобы бить ногами вот прям вот на я думал да я думал да ну футболистов же ноги сильные как-никак так что ты думаешь что все-таки олег скажет по правилам бокса я думал что на руках я думал что но он в борьбе вообще никакой ну ты видишь ну даже поход как ходит какой-то косолапый я не знаю как то ну давай последнее если бы если состоится бой с майами ты он состоится для тебя это история только с майами или вы чаще в голове что ты хочешь продолжать знаю знаешь вот тут я не знаю что будет мне не хотелось знаешь продолжать там драться я чувствую смысле бояться просто именно к этому человеку у меня ненависть я проявил инициативу то есть по сути а сам эту тему как бы разогнал типа давай там выясним отношения я хочу чтобы на этом все то есть закончилось если олежка потребует или я потребую там реванш или он с ним да так с другими не хотелось бы не то что я типа там трус или так далее но все-таки на футбол все равно но ты видишь его глазах страх кто это не видит но он трус олежка трус вчера он просто поисполнял там чем ничего говорить типа я за все отвечу туда хуя пиздил ты будешь отвечать за свои слова будут ты будешь отвечать за свои слова не очень интересная в предвкушении этого дня так что будет интересно последнее что для тебя честно вот честно важнее броке амкал или тегиев майами не броке амкал сто процентов это ложа руку на сердце честно в общем с духом друзья и решайте ваши конфликты в октагоне пока всем пока приходите воскресенье в семь часов будет интересно будет заруба грандиозным там все будет конфликты голы зарубы желтые карточки болейте за ногу ребята